Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Благодаря вашей выставке и вашему музею название этих замечательных карибских цветов – табибуя. Скажите, пожалуйста, почему они здесь появились, что они символизируют? Эти цветы у нас появились благодаря дуэту, который живет в Пуэрто-Рико, Дженнифер Аллора и Гильермо Кассадилья. И вот они предложили специальный комиссион для площади музея Гараж. Мы здесь время от времени устраиваем такие инсталляции в открытом воздухе. Это работа, которая называется «Привой». Вообще «Привой» – это такое понятие из области ботаники. К одному виду растений прививают прививку другого вида. И здесь эти тропические цветы привиты нашему московскому климату, который гораздо холоднее. Но, возможно, с глобальным потеплением скоро и у нас наступят тропические ливни, ураганы, которые сейчас сотрясают Карибский регион. Ну, собственно, это и есть основная тема выставки, экологическая. Давайте посмотрим, что вы представляете зрителям. Вперед! Катя, мы в тюрьме. Мы в клетке. Это проект Хейдена Фаулера, который в течение пяти дней проводил здесь перформанс. В течение нескольких часов в день он находился в этой клетке с живым волком. На нем были очки виртуальной реальности. И коммуницировал с волком он посредством виртуального пейзажа, который можно увидеть здесь на экранах. И сейчас перформанс закончился. Зрители могут посмотреть на документацию и, собственно, ощутить себя в этой клетке. Потому что идея Хейдена состояла в том, что люди давно утратили связь с дикой природой и обособились от дикой природы. И, в общем, это была попытка наладить какой-то новый контакт. Скажите, пожалуйста, современные художники. Я понимаю, что их огромное количество. И каждый по-своему как-то через себя пропускает тему, в том числе экологии. Нет, наверное, четко структурированной какой-то классификации. Но, тем не менее, какие тренды у современных художников намечаются? Здесь показаны очень разные работы и очень разные подходы, которые художники используют. Потому что кто-то говорит о конкретных катастрофах антропогенных, которые, например, были в прошлом. У Алана Секула это катастрофа танкера Престиж у берегов Испании. У Сюзен Шупли это Чернобыль. С другой стороны, некоторые художники обращают внимание на актуальные проблемы их собственных регионов. Это, например, работа Титы Салины, «Тысяча первый остров». Самый устойчивый остров в регионе, который посвящен Индонезии. Но это также и наши местные кейсы. Это работа Дениса Синякова, посвященная горящим в России лесам. С другой стороны, для художников экологии это еще и способ поразмыслить о мироустройстве, о том, как человек встроен в эту систему. И работа Ханс Хаки «Циркуляция с ластиковыми трубочками, наполненными водой и воздухом», она показывает, что все представляет собой закрытую систему. Человек не является отдельной частью природы. Он встроен в природу, он является ее частью. А природа, в свою очередь, является частью довольно сложных политических, экономических, социальных отношений. И тоже не представляет собой какой-то девственный чистый лес вдалеке, куда мы отправляемся в выходные на природу. Собственно, окружает нас повсеместно. И это то, без чего мы, наверное, не сможем жить на этой планете. Вот, кстати, тема, которую затронули и вынесли вообще-то в название выставки, политический взгляд, 2030-2001 год. На самом деле нам хотелось, конечно, заглянуть в будущее, потому что понятно, что это чрезвычайно интересно для искусства пытаться спроектировать какие-то ситуации, какие-то сны наяву, которые можно показать зрителям и разделить с кем-то. Мы как раз говорим о периоде, когда у нас нет другой планеты, когда мы явно уже испытываем последствия экологического кризиса с одной стороны, и когда нам явно некуда сбежать еще пока. То есть мы говорим об этом периоде, который большинство из тех людей, которые живут сегодня на Земле, застанут. Кто-то, возможно, из наших сверстников и переживет его, если особенно медицинские технологии продвинутся. Но так или иначе, это период, в котором жить нашим детям, период, когда они столкнутся с тем наследством, которое мы им оставили. И, собственно говоря, именно глядя в это недалекое будущее, начинаешь понимать, как важно то, что мы делаем сегодня. Тема экологии, она такая немного опасная всегда в том плане, что можно спуститься в некое морализаторство. Как современные художники, как куратор, высоко куратор выставки, себя бьете по рукам, что называется, чтобы не превратиться в этого морализатора и нравоучителя. Не убивайте животных, не используйте пластик. Нам, конечно, как раз хотелось этого избежать, потому что это то, что делает тема экологии довольно скучной на взгляд многих людей. И нам кажется, что нам удалось это сделать, потому что вообще-то современное искусство – это такая уникальная территория, где никогда нет черного и белого, где есть масса оттенков и градаций тона, и где есть очень много разных подходов. Поэтому здесь есть работы, которые как-то намекают на ответственное потребление, конечно, но в конечном итоге нам кажется, что выставка предлагает такой прочувствованный индивидуальный опыт проживания каких-то ситуаций, в том числе довольно пессимистичных, выходя из которого, ты как бы сам начинаешь относиться более ответственно к тому, как ты живешь. И поэтому мы не даем здесь никаких инструкций, мы не говорим, что если ты не сделаешь это, то в таком-то году произойдет это. Потому что как раз так строятся все нарративы, посвященные экологии, что если мы не сократим выбросы на столько-то, то в таком-то году нас ожидает поднятие температуры на столько-то. И это будет чревато теми, теми, теми последствиями. И, как правило, для современного человека все эти прогнозы, статистические данные, которыми оперируют экологи, они слишком абстрактны, потому что это очень сложно представить себе, и применить к своему опыту, очень сложно представить себе, какой вклад лично ты, заводя машину утром и отправляясь на ней на работу, вносишь в глобальное потепление, например. Только ли эстетическое удовольствие должно нести искусство? Вообще у современного искусства есть полное право не нравиться. И часто оно не нравится, оно часто будоражит, отталкивает, провоцирует. И быть прекрасным далеко не его задача в сегодняшнем мире. Я думаю, что искусство призывает задуматься, оно обращает наше внимание на что-то, оно показывает нам, что внутри нас существует какая-то проблема. Если мы на что-то в современном искусстве довольно резко реагируем, то это значит, что что-то не так с нами, может быть, а не с самим искусством. Почему отдельно взятому человеку стоит посетить эту выставку? Пусть даже такую разную, она может какие-то противоречивые чувства вызвать. Ну почему мне стоит все-таки прийти? Я думаю, что эта выставка стоит посещения, потому что никто из нее не уходит таким же, каким он в нее пришел. Она действительно дает нам какой-то новый опыт. Здесь есть очень эмоциональные, очень впечатляющие работы, которые действительно изменят вас. И я думаю, что этот опыт не всегда будет позитивный и радостный. Не стоит относиться к искусству исключительно как к развлечению. Но я думаю, что здесь действительно очень многое трогает нас и на интеллектуальном, и на эмоциональном уровне. И, в общем, это то, что стоит пережить, на мой взгляд. Ну а я предлагаю вместе с нашими зрителями отправиться дальше, чуть-чуть и, наконец-то, выйти из клетки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова